Мечтаете поиграть в топовый AAA шутер по типу CSGO, Fortnite или Call of Duty, но чтобы это было на блокчейне и приносило деньги, сегодня поговорим именно о такой игре. Разберем проект, расскажу как на нем уже заработали по 150 долларов просто за регистрацию, как вам заработать в бета-тесте, а в конце вас ждет информация по розыгрышу паков за 50 долларов. Досмотри видео до конца, чтобы ничего не упустить. Погнали! Шрапнель это Call of Duty из мира крипты. Нам с вами предстоит сражаться в зоне с другими игроками для добычи ресурса Sigma, чтобы получать награды. Игровые персонажи, они же операторы, делятся на 5 классов, а экипировка и остальные предметы в игре являются NFT. Команда у игры собралась довольно мощная. Топовые специалисты AAA игр, которые подарили нам Bioshock, Halo, Call of Duty и другие тайтлы, в которые вы скорее всего играли. Экономика игры построена на токене Sharp, который недавно залистился на биржах KuCoin, Bybit и других. Торгуется он по 0.12 доллара, что является очень хорошей ценой для такого нового, но уже успешного проекта. Команда начислила игрокам, которые были зарегистрированы и ожидали релиза по 1250 токенов, что равняется 150 долларов по текущему курсу. Каждый из вас уже мог забрать эти деньги, даже не играя в игру. Именно о таких активностях и проектах я рассказываю в телеграм-канале. Подписывайтесь, если давно хотели заработать на NFT играх. Из инвесторов и партнеров у нас есть Riser, Avalanche, на чьем блокчейне игра и разрабатывается, Griffin Gaming Partners, Polychain Capital и многие другие. Всего было 3 раунда инвестиций. В сумме было собрано 37,5 миллионов долларов, из которых 20 миллионов занесли буквально в конце октября этого года. На сегодняшний день у игры имеется 4 успешных NFT коллекции. Первая коллекция это Echo Company. Эту коллекцию бесплатно дропали ранним пользователям. Стоимость по текущему курсу составляет в районе 60 долларов. Никакой утилити у этой коллекции нет, по факту это просто картинки от проекта, но возможно в будущем у разработчиков на нее также есть планы. Genesis коллекция проекта является операторы. Как и говорил ранее, у операторов есть 5 классов, а общее количество этих NFT насчитывает 10 тысяч штук. Имея на руках такого NFT оператора, вы получаете дропы от проекта, доступ к эксклюзивному контенту, а также недавно холдерам насыпали и токенов. Если не ошибаюсь, по 450 токенов, что примерно 50-60 долларов при цене NFT в 300 долларов. Третья коллекция от игры это комиксы. Они описывают лор каждого оператора. Флор коллекции невысокий, до 5 долларов. Утилити у коллекции также нету, но возможно в будущем что-то и будет. И последняя коллекция это капсулы. После старта игры вы сможете их открыть и получить из них различные игровые скины. Флор на эфире у них в районе 30 долларов. Также капсулы есть в сетях Polygon и Avax. Там цены около 20 долларов. Что касается геймплея и механик, мы будем сражаться с игроками в пати от 1 до 3 игроков, чтобы заполучить ресурсы Sigma, которые нужно доставить до точки дислокации. По предоставленным видео с геймплеем, игра выглядит динамично, с отличной графикой. Для веб-три гейминга очень даже хорошо. Надеюсь в будущем крупные ААА студии обратят внимание на play to your нишу и мы сможем наслаждаться такими играми больше. В декабре этого года планируется первый бета-тест игры. До этого мы в игру не играли, максимум некоторые ранние пользователи могли потыкать главное меню. Чтобы попасть в бета-тест, мы должны иметь при себе пак для участия. Всего их три вида. Легкий, средний и тяжелый. По цене и наполнению они также отличаются. Самый дешевый стоит 20 долларов, затем 50 долларов и 100 долларов. Кстати, паки за 100 долларов бесплатно давались холдерам NFT коллекции операторов. На сайте вы сможете самостоятельно ознакомиться, что именно дает каждый из пропусков. Во время теста будут проходить различные ивенты, на которые вы как обладатель пропуска и бета-тестеры сможете заработать. Если мы говорим о суммах, то естественно этой информации еще нет. Но напомню, что за простую регистрацию мы уже смогли заработать с одного аккаунта по 150 долларов. Плюс холдеры операторов получали дроп в размере 50 долларов и пака за 100 долларов. Думаю, команда Шрапнель накормит и бета-тестеров. Из минусов важно отметить, что покупка паков происходит не за счет криптовалюты, а через фиат. И не все карты, особенно ряда стран СНГ смогут их купить, не используя карты других стран. Надеюсь, в ближайшее время введут оплату, если не за стеблы, то за токены проекта. Но опять же, будет ли такая возможность, точно неизвестно. Для моего комьюнити я проведу розыгрыш на сегодняшний день трех паков за 50 долларов. Но возможно после выхода видео я смогу достать еще больше паков, благодаря коллегам из МирНФТ и игровой гильдии Синерджи. Ссылки на них будут в описании. А чтобы участвовать в розыгрыше пака за 50 долларов от меня, переходите в мой телеграм-канал по ссылке в описании. Там я и опубликую в ближайшее время условия для участия. Оставляйте свои комментарии, как вам данная игра. Подписывайтесь на канал и группу в телеграм. А на связи был Красс и встретимся в метавселенной.